Движение общественной поддержки социально значимых инициатив «Химки. Интересно жить» это тысячи людей, неравнодушных к судьбе городского округа. Они всегда держат руку на пульсе города и продвигают инициативы, направленные на улучшение качества жизни. На днях к движению присоединились сотрудники еще одной крупной компании. Чтобы обсудить перспективы развития «Хима», коллектив Сбербанка пригласил лидеров движения общественной поддержки Татьяну Недосвети, Руслана Шаипова, Юлию Юшкову и Наталью Коныгину на круглый стол, на котором и выдвинули свои предложения по развитию города. Мы рассказали о движении общественной поддержки, рассказали о количестве выдвинутых инициатив, о количестве уже реализованных инициатив, о карте добрых дел. И сотрудники Сбербанка с удовольствием поучаствовали в таком нашем, скажем так, диалоге и высказали очень интересные инициативы, которые мы взяли на заметку и надеемся, что они будут тоже реализованы. Движение общественной поддержки «Химки. Интересно жить» появилось благодаря активным жителям городского округа. Химчане выдвинули уже более двух тысяч инициатив, а к движению присоединились почти 200 трудовых коллективов ведущих предприятий и организаций. Движение направлено на то, чтобы показать, что город, жители и власть – это не отдельные понятия, это одно целое. И мы являемся неким промежуточным звеном для того, чтобы все инициативы, все пожелания, проблемы своевременные и быстро доносились до тех людей, которые направлены на выполнение этих инициатив. Сотрудники Сбербанка активно выступали со своими предложениями. Одна из выдвинутых им инициатив – запуск автобуса между Красногорском и Химками. Сегодня на встрече выяснилось, что очень много сотрудников Сбербанка проживает в городе Красногорск. И сотрудники обратились с просьбой, чтобы между Красногорском и Химком было восстановлено транспортное сообщение, был выделен автобус, либо маршрутное такси. Это и другие инициативы размещены на сайте хиж.онлайн. Там любой желающий может проголосовать за понравившиеся проекты. Те, что наберут больше голосов, будут реализованы в первую очередь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова